Я прочитал итоговую декларацию БРИКС, и там говорится о необходимости глобальной и региональной стабильности и безопасности, и справедливого мира. И в общем-то девиз российского председательства БРИКС включает такие понятия, по-моему, справедливости и безопасности. Но как все это соотносится с вашими действиями последние два с половиной года, с вторжением российских войск в Украину, где справедливость, стабильность и безопасность, в том числе и безопасность России, потому что до начала СФО не было ни атак дронов по российской территории, ни обстрелов российских городов, ни иностранных войск, оккупирующих российскую территорию. Этого не было. И последнее, как это все соотносится с заявлением недавно британской разведки о том, что Россия поставила перед собой цель сеять хаос на улицах Британии и Европы, поджогом и диверсиями и так далее. Вот где стабильность? Спасибо. Да. Значит, начну с безопасности России, потому что для меня это самое главное. Вы сказали про удары дронов там и так далее. Да, этого не было. Но была гораздо худшая ситуация. Ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения с странами западного мира всё время указывали на своё место. Вот я могу, да, я могу вам совершенно определённо это сказать. Так, вроде всё ласково, но в принципе нам всегда показывали своё место. Значит, и это место в конечном счёте привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию царевых придатков. С потерей в известной степени и в большом объёме суверенитета страны. А Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не может. Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное. И выход России из этого состояния, укрепление своего суверенитета и независимости в экономике, в финансах, в военном деле означает повышение нашей безопасности. И означает создание условий для её уверенного развития в будущем, как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного, с теми партнёрами, каких мы имеем в БРИКС, которые уважают независимость России, уважают наши традиции и к которым мы относимся таким же образом. Теперь по поводу справедливости в области развития и безопасности. Да? Так? Да. Вот смотрите, на этот счёт у меня есть определённые соображения. Я постараюсь вам ответить. Вот в чём заключаются мои соображения. Что такое справедливость в области развития? Посмотрите, совсем недавние события в период пандемии коронавирусной инфекции. Что происходило в это время? Я хочу обратить и ваше внимание на это, и внимание всех остальных представителей средств массовой информации. В это время в Соединённых Штатах провели эмиссию где-то примерно на 6 триллионов долларов. А в еврозоне провели эмиссию где-то на 3 триллиона долларов, 3 с небольшим. И все эти средства выбросили на мировой рынок, скупая всё подряд, прежде всего продовольствие. Ну и не только. И медицинские препараты, и вакцины, которые сейчас в массовом масштабе уничтожают, потому что они уже срок годности у них закончился. Вот выбросили это всё. И пошла продовольственная инфляция. Пошла инфляция в целом по миру. Что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах – и доллары, и евро. Напечатали и смели, как пылесосом с рынка, самые необходимые товары. Они потребляют больше, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет. И хотим изменить эту ситуацию. Этим и занимаемся в БРИКС. Теперь по поводу с точки зрения безопасности в целом. Что касается безопасности России, я уже сказал. Я понимаю, о чём вы говорите. Но разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнёрам, не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства делать это? Разве справедливо забраться к нам вот в подбрюще совсем, скажем, в ту же Украину и начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо? А справедливо провести государственный переворот, о котором я говорил, отвечая на вопрос вашего коллеги, наплевав на международное право и на все принципы международного права и устава ООН, финансируя переворот в другой стране, в данном случае на Украине, и подтолкнув ситуацию к её развитию в направлении горячей фазы? Разве это справедливо с точки зрения всемирной безопасности? А разве справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны Запада подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой? Мы же говорили, не надо этого и делать, это нарушает нашу безопасность, расширение НАТО. Нет, всё равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьёмся этого. Последний ещё раз. По поводу утверждения британской разведки, что Россия вот свет хаос на улицах британцев. Послушайте меня. Спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть. Но это полная чушь. Вы понимаете, то, что происходит на улицах некоторых европейских городов, это результат внутренней политики этих государств. Ну, мы же с вами знаем, я уже об этом сказал, на грани рецессии балансирует европейская экономика. А ведущие экономики еврозоны, они в рецессии фактически. Значит, если и будет какой-то небольшой рост 0,5 процента за счёт Юга, где такого серьёзного производства-то нет, это за счёт недвижимости, насчёт туристической отрасли и так далее. Ну, разве мы в этом виноваты? Мы-то здесь при чём? Вот западные страны взяли европейские, отказались от наших энергоносителей. Но мы же не отказываемся. Кстати говоря, и до сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря, Северный поток-2. Ну, чего стоит немецким властям? Просто кнопку нажать, и всё пошло. Почему? Но они не делают это по политическим соображениям. А их самый главный партнёр, не знаю, по каким соображениям, создал условия, когда целые отрасли немецкой экономики переезжают в США, потому что там власти создают более комплементарные условия для работы бизнеса. И, значит, первичный энергоноситель, ну, в раза в три, по-моему, дешевле, чем в Европе, а то и в четыре. Условия другие, налоговое обложение. Ну, целенаправленные действия. Ну, мы-то здесь при чём? Значит, это вызывает соответствующую реакцию, потому что идёт понижение жизненного уровня людей. Это же очевидно, это же данные статистики самих европейских стран. Но мы-то здесь при чём? Ну, что вы правы? Это, знаете, у нас, как говорят, это попытка свалить с больной головы на здоровую и уйти от ответственности за неправильные решения в экономической сфере и в сфере внутренней политики. В экономической сфере, вот смотрите, ну, сейчас, мне кажется, для объективных экспертов это очевидная вещь. Но ведь многие в Европе, да и в других странах, и в Штатах злоупотребляли и до сих пор пытаются злоупотреблять экологическую повестку и повышением температуры на планете. Но забегают вперёд, не имея достаточных оснований с точки зрения развития технологий, закрывают там всё, что связано с атомной энергетикой, закрывают всё, что связано с угольной генерацией, раньше было, да? Значит, закрывают всё, что связано с углеводородами вообще. А кто-то посчитал? Кто-то посчитал? Вот Африка, она сможет обойтись без этих видов углеводородов или нет? Нет, им навязывают, африканским странам и некоторым другим странам развивающихся рынков, навязывают современные, да, может быть, эффективные с точки зрения сохранения экологии инструменты и технологии. Ну, они не могут их приобрести, денег нет, ну дайте деньги им тогда, и денег никто не даёт. Но зато вворачивают инструменты, я считаю, что это инструмента неоколониализма, когда опускают эти страны и заставляют, значит, опять зависеть от западных технологий и кредитов. Кредиты дают на ужасных условиях, кредиты вернуть невозможно. Это ещё один инструмент неоколониализма. Поэтому надо прежде всего смотреть на результаты политики стран Запада в области экономики, финансов и внутренней политики. И люди, конечно, боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных зонах конфликтов и на Ближнем Востоке, и на Украине. Но не мы занимаемся этой эскалацией. На обострение всегда играют те, кто стоят на другой стороне. Ну, мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли те страны, которые этим занимаются.